Это Адмиралс, меня зовут Лембитов. Когда смотрите на график и видите свечи, но не отмечаете динамику движения ценовых волн, понять зарождающиеся тенденции или формирующиеся фигуры становится очень сложно. Трейдерам, использующим технический анализ, важно не упустить ни одной детали в поведении цены. Большинство ценовых движений поддаются анализу, главное понимать, на что обращать внимание. Если проанализировать этот график, то мы видим, что после роста цена не смогла сохранить восходящую тенденцию и перестала обновлять максимумы. Мало этого, минимумы уперлись в ближайшую поддержку, максимумы понижаются и цена раз за разом приближается к уровню. Как итог, цена пробивает поддержку и резко устремляется вниз. Согласитесь, видеть предпосылки к подобным движениям полезный навык. Разберемся, что для этого нужно. Мысленно отметьте на графике максимумы и минимумы волн. Соедините их линиями. Ничего сложного в этом нет. Теперь для закрепления навыка давайте пройдем тест. Пример один. Посмотрите на два варианта с отмеченными волнами и определите, какой вариант правильный. Первый зеленый или второй фиолетовый. Подумайте, у вас есть около 10 секунд. Правильный ответ – второй. В первом ответе было упущено два существенных элемента. Поэтому лучше всего отметить волны, как это было сделано во втором варианте. Пример два. Задача та же. Посмотрите на график и выберите правильный вариант. Первый вариант – специально без отмеченных волн, на нем можно самостоятельно мысленно отметить волны и выбрать, какой ответ правый или левый верный. Первый вариант – правильный. Во втором варианте пропущено три движения. И если первые два не так существенны, то третье полезно было увидеть, так как оно говорит об ослаблении роста. Пример три. В данном случае, на мой взгляд, верны оба варианта. Небольшое отличие первого от второго не меняет сути. Если все-таки выбрали первый вариант, посчитав, что это существенное отличие, напишите в комментариях, почему так думаете. Пример четыре. Пример немного сложнее, чем прошлый, так как может показаться, что чем больше деталей, тем правильнее ответ. На самом деле, деталей не должно быть много или мало, они должны отражать важные элементы движения. В данном случае, на первом графике не отмечен двойной тест уровня, а отмечены несущественные движения. Пример пять. Второй вариант – правильный ответ. Цена нарисовала минимум выше предыдущего, а в первом ответе это не показано. Также не показан двойной тест на максимуме. Пример шесть. Первый вариант – правильный, так как во втором случае движение волны показано неправильно и отмечены несущественные элементы движения цены. Пример семь. Первый вариант – верный. Во втором варианте неправильно показан откат. Кто выбрал второй вариант, не понимает, как движется цена в свече. Поработайте над этим отдельно. Посмотрите ролик «Пять базовых навыков для теханализа». Там даны упражнения для проработки. Пример восемь. Правильный ответ – второй. В первом варианте пропущен минимум. Это грубая ошибка. Пример девять. Первый вариант – правильный ответ. Во втором график волн не учитывает максимум. А это грубая ошибка. Пример десять. Здесь все просто. Думаю, все сразу обратили внимание, в первом случае пропущен максимум. Сейчас подведем итоги. За каждый правильный ответ поставьте себе один балл. Но прежде чем проверим итоги по тесту, напоминание риски. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала. А доходность не гарантирована. Если вы набрали 4 или меньше баллов – тест не пройден. Если набрали от 5 до 8 баллов – неплохо. Но если повторно пройдете тест, наверняка получите высший балл. Если набрали 9 и выше баллов – отличный результат. Если вам понравился ролик – ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите сколько баллов набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!